Добро пожаловать в волшебный мир Хогвартс Легаси, на связи Чандер. Так, что-то мы открыли. Ну, давай возьмем. Раскройте секреты Хогвартса. Да, мы действительно один раскрыли. А всего их вроде бы шесть. Здесь какое-то испытание с кентаврами, на метлах, с пламенем, и еще неизвестно что. Хорошо. В коллекции это можно будет только потом посмотреть. Так, в принципе, не интересует. Давайте теперь выбираемся наружу. Отправимся сейчас по заданию этой девочки. Так, нам нужно... Ближайший телепорт будет вот этот. Полетели. Это сова. Темновато, вообще говоря. Давайте. Это не домик Хагрида. Хороший вопрос. И здесь есть какое-то задание. Ну-ка, давайте посмотрим. Там внутри явно день-день. Сундук. Сундук. Ага. Что это? Инструменты смотрителя. Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания возможной мебели для уютной хижины любых, даже самых невероятных размеров. Так, давайте тогда посмотрим, что мы сможем новое надеть. Ну, шляпа просто больше защиты, причем намного больше защиты даст. Добро. Сама шляпа, понятное дело, дурацкая. Мы ее заменяем... ...на мафиозную. Так, и здесь не намного лучше, но тем не менее лучше. Хорошо. И опять-таки поменяем под наш текущий внешний вид. Так. Это мы сделали. Что здесь еще? Какое-то задание же было. А, или это просто обозначение странички. Тыкву мы раздолбали, но толку, насколько я понимаю, нет никакого. Что вот здесь такое? Нужно здесь осмотреться. Согласен. Так, нужно быть только осторожным. Пиявка. И еще несколько пиявок. И еще несколько пиявок. Светлячки. Я думаю, может они на Люмос реагируют. Они же светлячки. Слушай, они походу дело правда реагируют. А реагируют ли? Или нет? Или я их наоборот развеял Люмосом? То есть они увидели свет и они развеялись. Добро, давай посмотрим, что у нас здесь. Муркамоль какой-то. Так, это пламя. Пламя должно быть на постоянке, понял. Нам нужно поджечь вот этот вот камушек и подтащить. Вот мы и открыли скрытый секретный проход. Тут еще какая-то воронка. Что поблизости есть? Ну, кроме камней, понятное дело. Вроде бы ничего. Возможно, мы в этой пещере найдем то, что нам надо будет потом положить в воронку. Единственное, я бы хотел осмотреться сначала вот здесь, потому что я явно вижу здесь что-то лежит. Пусть и семь монет пригодятся, знаете ли. Мы нищие, нам деньги нужны. Урожай тыквенного сока испортили. Ничего страшного. Все хорошо будет. Надеюсь, конечности нам не придется отращивать. Не будем вдаваться тогда в подробности. Похоже на возможность использования бомбарды. Все эти чеки снаряжения заполнены. И все что ли? То есть мы сюда вот так вот проникли и все. То есть это даже не бомбарда. Да, бомбарда не нужна. Я вас понял. Давайте соберем еще грибочки. По снаряжению. Раз у нас снаряжение заполнено, конечно, мы пойдем продавать. Сейчас что у нас здесь? Но опять-таки то, что лучше, чем у нас есть. Как можно сохранить внешний вид? Вот на полном серьезе. Так грустно то, что внешний вид нельзя зафиксировать. Магия. Это магия, да. Это не баги, это магия. Давайте попробуем теперь вот этот куб заакить в воронку. Он исчез. Он сюда не подходит. Тем не менее, есть воронка. Если воронка, это вполне логично. Тогда нужен шар какой-нибудь, да? И шар, видимо, неподалеку где-то должен быть. Ну, а иначе какой в этом смысл? Почему именно шар? Тот же портал, вспомните. Шар. Вот шар. Выглядит как шар. Это выглядит как... Просто постамент. Вот это не особо понимаю. Вот это точно шар. А его нельзя. Видимо, нужно определенные заклинания поизучать. Все, я понял. У нас пока что нет подходящей магии. Это барашки. Хорошо. Давайте тогда делаем следующее. Улетаем отсюда, продаемся. Ну, грибочки, конечно, собираем. Это нам пригодится. Пока не знаю зачем, но пригодится. Вот точка телепортации. Можно мне сначала дочку телепортации, а потом с этой дуняшей говорить? О, или даже... А можно я сначала все дополнительное повыполняю, а потом уже с ней? Так, вещи-то мы продали. Бочки так легко ломаются, а мне нужно было обязательно стрелять не в них. Синие кожаные перчатки. Пока все слабенькое выдают. Прям совсем слабенькое. Там внутри есть сундук. Надо все забрать. Плевательница. Маска из психиатрической лечебни. О, это для нас. Сейчас мы посмотрим. Может быть в кои-то веки мы нашли нормальную маску. Ну так-то маска может быть и неплоха для каких-нибудь моментов. Будем честны. Но не для этих. Так, это просто оно существует. Снаряжение. Можно просто посмотреть. По визуалу. А так это бессмысленно. Оно послабее, чем то, что у нас есть. Курица в доме. Ничего себе нахалк. Так, дополнительное задание. Торговец. Плюс тут еще какие-то штуки есть. Это внутри. Ладно. Так, стоп. Вы это видите? Какая тогда нужна магия? Мне нужна магия, чтобы уничтожить этот дом. Я его потом восстановлю. Но мне нужно уничтожить, потому что там мешочек с денежками. Так, ребят, можете написать в комментариях, в частности, как достать вот этот мешок, потому что я что-то не соображу. Складывается ощущение, что он под текстурами. Но может быть это не так. Может быть это волшебство какое-то. Так, рукоятка очередная, наверное, некрасивая. Так, тут дополнительное задание. Торговцу надо будет сейчас сбегать. Еще одна некрасивая рукоятка. Ну, вот эта может быть не такая плохая, ладно. Это что? Это просто камушек. А в этот дом пока не проникнуть. Нужна лохомора. Пойдем с торговцем познакомимся. Подпол? Может быть подпол какой-то, да. Но в любом случае потом, может, поищем. Может быть это вообще по заданию с девочкой будет. Здравствуйте. Чем вы здесь торгуете? Здравствуйте, меня зовут Джамал Сехми. Айт моя лавка зелья. Я готов ответить на ваши вопросы о нашем городке. Да вообще-то не надо ничего. Что у вас можно купить? Он продает сок пиявки, шляпки прыгающих поганок и золотоглазки. Ну и плюс какие-то зелюшки. Я понял. Мы ему продадим то, что нам не нужно. На восемнадцатый уровень ослабее, чем у нас. Так, здравствуйте. Что вы хотите? Прошу прощения, у вас что-то случилось? Можно сказать, что да. Я больше не могу вести дела и к тому же чуть не лишился жизни. Вам стоит поискать товары в других местах. Мне теперь нечего делать. Никогда не думал, что до этого дойдет. Не теряйте бдительности. Ранрак и его сторонники никого не пощадят. Они на вас напали? Ранрак не терпит гоблинов, которые не хотят к нему примкнуть. Мне бы тоже хотелось, чтобы волшебники относились к гоблинов как к кровни, но я не считаю, что для этого нужно проливать кровь. Когда я сказал им об этом, они вышли из себя и сбили меня почти до потери сознания. Отняли у меня тележки и все пожитки. Даже забрали самое дорогое, мои картины. Скажи, банда Ранрака уже нападала на устранишь? Я уже порядком натерпелся от их угроз и насмешек. Но они считают, что могут получить свое, только прибегая к насилию. Последнее время делается только хуже. Могущество Ранрака растет день и до дня, его сторонники это знают. Они чувствуют, что все сойдет им с рук. Ранрак решил, что все гоблины с радостью последуют за ним. Но он ошибся. Многие из нас хотят защитить споры с волшебниками... Разрешить споры с волшебниками с помощью дипломатии. Вы упомянули, что забрал ваши картины, вы художник. Да, это мое призвание, хотя многие полагают, что это необычное занятие для гоблинов. Но большинство моих родственников занимаются металлом или работают в Иринготе. Готов поставить свою лучшую кисть, что сторонники Ранрака не ценят мои работы и все холсты хотят пустить на растопку. Теперь я остался без своих тележек и средств существования. Это типа намек на то, что я должен ему денег дать? Как в Ведьмаке 5000 монет? Очень жаль, что с вами такое случилось. Если я увижу ваши тележки, обязательно вам скажу. Это очень мило с вашей стороны, но думаю, что их утащили в лагерь к юго-западу отсюда. Дорога туда проходит возле руин. Попытайтесь их вернуть... Правда, я заколдовал тележки, чтобы они вернулись ко мне в случае потери. Шансы и невелики, я все еще надеюсь, что смогу вернуть себе часть украденного. Украденная тележка. Добро. Далеко. Ничего удивительного, что произошло с Арном. Это правда. Показалось, что звук какой-то был. Гарибал порт. Отсылка к Ганнибалу получается. Видимо, упустил тот момент, когда это нужно было. Прочитать. Так, здесь что-то есть. Пауки. Это действительно пауки. Шипастый плевун. Попадите в другого врага, взорвав паука. Так, не попал. Здесь не получится. Поэтому здесь мы просто убьем пауков. Ничего особенного. Здесь какая-то страница есть. Видимо, это действительно страница. Это все еще пауки? Все еще пауки, верно. Что за задание новое? Поднимите воздух бегуна, пока он зарывается. Есть контакт. Неплохо. Не моя вина в том, что огромный смертоносный паук. Так, есть какие-то руины очень интересные. Есть тут страница, судя по всему. Так и есть. Чешуя гибридского черного дракона. Гибридский черный дракон это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя, принадлежащая одному из этих драконов, является ценностью Арчи Бикла, который он хранит в своем тайном убежище. Мусорщик какой-то, видимо. Давайте пойдем к руинам. Мне кажется, это неплохая идея. Исследовать их. По-хорошему бы найти где-нибудь здесь телепортейшн. Ближайший только здесь. Ну или здесь. Горит факел. Интересно, кто тут жил. Опять-таки, визуально похоже на использование бомбарды. Но тут явно нужно пробивать, потому что... Надо пройти руины, я, наверное, пути. Зачем я присел, правда, я не знаю. Я подумал, может быть, элемент паркура заключается в том, что я должен запрыгнуть сюда, потом туда, но, видимо, нет. Хоть что-то смог сделать, да? Корова. Какая прикольная. Несите урон на летчику в воздухе. Как? Умейте в виду, его поднять в воздух и нанести ему урон? Возможно. Давайте попробуем. Да. Все, гроза пауков получен. Первый, во всяком случае. У нее испытания и доступны награды. Давайте посмотрим на них. Испытания боем. Что-то связанное с пауками. Да. Вид снаряжения доспех истребителя пауков. Давайте посмотрим на него. Так, это задание. Украденная тележка, понятное дело. Так, рукоятки на палочке. В целом, не такие плохие. Слишком яркая какая-то она. Где там доспех? Вот это? Здесь нет. Мантия? Мантия. Ого. Реально полноценный доспех, смотрите. Прям с перчатками даже. Нет, мы, конечно же, такое выставлять пока что не будем, но это интересно. Экшен появился. Ну, противники тут иногда бывают. Вот в открытом мире здесь противники. В Хогвартсе ничего интересного. Ну, в плане противников. Так, это ранраки. А без оружки врага. Принято. Есть контакт. Да, ребятки, приходится убивать гоблинов. Представьте себе. Бей своих, чтоб чужие боялись. Там что-то висит, смотрите. Понравились дуэльные уловки. Но система тут интересная по этим дуэльным моментам. Единственное, что когда тебе говорят, убей тролля его же собственной дубиной. А у тебя среди противников троллей-то нет вообще. Это немножко странно. Что выпало? А ничего, кстати. Странно. Отразите атаку детеныш-палка. Уже все. Пижама цвета морской пены. Давайте посмотрим на пижаму цвета морской пены. Ну, то, что она лучше, это понятно. Хотя всего лишь на одну единицу. Ну и, конечно же, заменяем ее. Опыт дополнительный дают или что? За маленьких нет. За обычные бои, да. Ну, тут вообще за выполнение испытаний дают опыт, в первую очередь. Различных испытаний. Что-то там найти, что-то вот сотворить. За все вот это дают опыт. Так. Это явно нужно поджечь. Явно нужно, вернее, левиосить. Возможно, вингардиум. Вингардиум у нас пока что нет. Это меня устраивает. Стены. Пробивать надо бомбардой. Или нет? Опять-таки. Я везде вижу бомбарду. Да, это правда. Ну, потому что чисто визуально хочется прям сразу пробить. А тут... О, господи. Я не буду даже это комментировать никак. И все? И все, тут больше ничего нет. Мы исследовали, нашли один сундук и на этом все. Там впереди. А, ну это наше испытание. Лунные камни возьмем. Убит роли своей же дубиной. Типа отсылки получается? Да. Тут много отсылок достаточно. Я думаю, мы много отсылок пропускаем, потому что... Не столь прям знакомы совсем. Но в целом отсылок... Есть отсылки. Так, здесь мы, получается, все исследовали. Наша задача... В лагерь гоблинов отправиться. Пойдем потихонечку. Где ближайший? Я бы, наверное, все-таки сначала сюда пошел. Если честно. Нужно найти костер. Но открытый мир достаточно обширный. Можно сказать, что он плюс-минус пустой. Но с другой стороны, вот время от времени... Какая-нибудь топеройка появляется. Видишь? Не то жму. Вспыта не разблокирована. Победит топероид. Ага. Это, конечно, прекрасно. Это можно было парировать. Много времени дают. Пойдет. Еще одна. Ладно. Терпимо. Что делать будет? Ух, непростая задача. Ладно. Ну, как бы понятно, что все равно все просто, но... Пришлось посражаться. И вот топероид мы сразу пять прямо сделаем. Вот и все. Язык топероид. Прекрасно. Испытания доступны награды. Ну-ка, давайте посмотрим. Сразу же нам выдали награды за топероид. А вот, победитель топероид, да. Выполнена награда рецепт с характеристикой снаряжения. Защита от амфибий. Прекрасно. Тут нужно десять топероид. Тут, наверное, пятнадцать какие-нибудь будет. ХП справа, да. Я зачастую из-за этого не смотрю на него вообще. Это похоже на лут. Похоже на лут, да. Язык топероид. Больше не пропустил? Вроде бы нет. Это какое-то особое болото, смотрите. Что за болото? В чем его соль? Логово топероид. Хорошо. Скорее всего, здесь топероид будут спавниться. Их можно будет нафармить в будущем. Ну, для ачивки. Все же собрал. Все собрал. Из-за того, что они пропадают не сразу, непонятно. Собрал ты, не собрал. Вот он, костер. Нужно его открыть. Звуки какие-то странные время от времени. Все. Обнаружена точка. Прекрасно. Самое время поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Благодаря которым-то, собственно, на канале у нас сейчас видосики. И сейчас найти Hogwarts Legacy выходит. Присоединиться к их числу. Вступить в семью. Семья это главное. Можно по ссылке в описании, ребят. Ссылка на бусте. Переходим и подписываемся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok